Шановные голова, уважаемый украинский народ, у нас большая дружная фракция, видите, так обступили трибуну, что тяжело самому пройти, чтобы выступить. Вы знаете, в 1936 году на Мадрид наступало четырьмя колоннами фашистские войска генерала Франко. Но генерал Франко сказал в интервью одному журналисту, я возьму Мадрид не четырьмя колоннами, я возьму ее пятью, потому что пятая колонна находится там внутри. Ко мне подходят журналисты и спрашивают меня, будет ли наступление Путина в апреле или мае, я им говорю, нет, его не будет, оно не нужно. Путин понял, что украинский народ силой взять нельзя, тогда он решил взять его хитростью и взять его разбратом. Он поднял украинскую историю и увидел, как после смерти Богдана Хмельницкого рассорили украинский народ. Он посмотрел на то, как НКВД раздробил организацию украинских националистов, на организацию Бендеры и организацию Мельника. То же самое Путин делает и сейчас. Уровень дискуссии, который поднят партия «Свобода» блоком Юлии Тимошенко и Юлии Владимировны лично, отдельными фриками из блока Порошенко по имени Каплин, хуже, чем уровни одесского привоза. Вы знаете, что у Рабиновича дочь проститутка? Да у него же два сына. А какая разница? Пусть он теперь оправдывается перед всем привозом. Никто из тех, кто обвиняет премьер-министра и правительство, не читали даже эти отчеты финансовой инспекции. А в них указано, что даже нет фамилии, имени и должности премьер-министра. Когда заявляют про цифры в 7,5 миллиардов, потупив глазки на ток-шоу, известные политики и члены коалиции, они забывают сказать, что более 6 миллиардов – это цифры, которые проверены за времена правительства Юлии Тимошенко 2007 года и времена правительства Азарова. Там цифры по вышкам Бойко, про которые все забыли. Там цифры по грабежу, которые проводились во время Евро-2012. За время правительства Яценюка, знаете, какая цифра выверена инспекцией? Аж 11 миллионов гривен. И нигде не упоминается ни фамилия министра, ни премьер-министра. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партия Свобода, которая обанкротилась на этих выборах. И я всех прошу и призываю, объединились, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и Свобода с оппозиционным правительством. Тимошенко – это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. И вместе из оппозиционного правительства критикуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ